Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие Твои дивные дела, наш Спаситель! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за великие незвещанные власти Твоей! Господи, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, слава Тебе! Великие дивные дела Твои, Господи! Какой страх Тебя наводишь на людей! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создавший меня Господь, помилуй меня! Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Прости, Господи, и помилуй! Прости и сохрани! На Тебя уповаю, Господи! К Тебе прибегаю! Евангелие от Луки, 11 глава, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, Один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Я научил учеников своих! Иисус сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах! Да светится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе! Хлеб наш насущен, подавай нам на каждый день! И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему! И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого! И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь, и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечем предложить ему А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты И дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним То по неотступности его, встав, даст ему сколько просит И я скажу вам, просите, дано будет вам Ищите и найдете, стучите, и отворят вам Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете давать благие даяния детям вашим Тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него Однажды и знал Иисус беса, который был ним И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вильзиула князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба Но он, зная помышления, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет И дом, разделившийся сам в себе, падет Если же сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзиула изгоняю бесов Если я силой Вильзиула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями Если же я перстом Божиим изгоняю бесов То, конечно, достигла до восстарствия Божия Когда сильный с оружием охраняет свой дом Тогда в безопасности его имения Когда же сильнейший его нападет на него и победит его Тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся И разделит похищенного у него Кто не со мною, тот против меня И кто не собирает со мною, тот растащает Когда нечистый дух выйдет из человека То ходит по безводным местам, ища покоя И не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел И придя, находит его выметенным и убранным Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя И войдя, живут там И бывает для человека того последнее хуже первого Когда же он говорил это Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему Блаженность рево, носившая тебя, и сосы тебя питавшая А он сказал Блаженность, слышащая слово Божие и соблюдающая его Когда же народ стал сходиться во множестве Он начал говорить Род сей лукав Он ищет знамения, и знамения не дастся ему Кроме знамения Ионы пророка Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и сын человеческий для рода сего Цариса Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой И вот здесь больше Соломона Неневитяне восстанут на суд с родом Симы и осудят его Ибо они покаялись от проповеди Иониной И вот здесь больше Ионы Никто зажегший свечу не ставит ее в сокровенном месте Не под сосудом, но на подсвечнике Чтобы входящие видели свет Светильник тела есть око Итак, если око твое будет чисто То и все тело твое будет светло Если оно будет худо То и тело твое будет темно Итак, смотри Свет, который в тебе, не есть ли тьма Если же тело твое все светло И не имеет ни одной темной части То будет светло все так Как бы светильник освещал тебя сиянием Когда он говорил это Один фарисей просил его к себе обедать Он пришел и возлег Фарисей же удивился Увидев, что он не умыл рук перед обедом Но Господь сказал ему Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда ощущаете А внутренность ваша исполнена хищение и лукавство Неразумное Не тот же ли, кто сотворил внешне, сотворил и внутренне Подавайте лучше милости не из того, что у вас есть Тогда все будет у вас чисто Но горе вам, фарисеям, что даете десятину Смяты, руты и всяких овощей И не родите о суде и любви Божией Сие надлежало делать И того не оставлять Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах И приветствия в народных собраниях Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры Что вы, как гробы скрытые Над которыми люди ходят и не знают того На это некто из законников сказал Мучитель, говоря это, ты и нас обижаешь Но он сказал и вам, законникам, горе Что налагаете на людей бремена неудобоносимые А сами и одним перстом своим Не дотрагивайтесь до них Горе вам, что строите гробницы пророкам Которых избили отцы ваши Всем вы свидетельствуйте о делах отцов ваших И соглашаетесь с ними Ибо они избили пророков А вы строите им гробницы Поэтому и премудрость Божия сказала Пошлю к ним пророков и апостолов Из них одних убьют, а других изгонят Да взыщется от рода сего кровь всех пророков Пролитая от создания мира От крови Авеля до крови Захарии Убитого между жертвенником и храмом Я и говорю вам Взыщется от рода сего Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения Сами не вошли и входящим воспрепятствовали Когда он говорил им это Книжники и парисеи начали сильно приступать к нему Вынуждая у него ответы на многое Подыскиваясь под него И стараясь уловить что-нибудь из уст его Чтобы обвинить его Аллилуйя Слава тебе, Божий наш, слава тебе Хвала тебе, Господи Честь и поклонение Слава и благодарение О всемогущий Создатель Пошли добрых миссионеров, проповедников К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И всем возвести о любви Твоей Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в него не погиб Но имел жизнь вечную Аллилуйя Господи, и к этим людям Обратись, лик Твой Вызволь их из этой дымной завесы Из этого мрака Заблуждения и блудодеяний Откроем истину Твою Да познают Тебя Единого истинного Бога И послан на Тобой Иисуса Христа Аллилуйя Царь Небесный, Утешитель, Дух истинный И живи здесь и вся исполняя Сокровища благих и жизни Подателю Прийди и вселися в нас И очисти нас от всякой скверны И спаси благие души наши Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети И исцели немощи наше Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Отче наш Иже и Сына небесе Да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя Яко на небесе и на земли Хлеб наш насущный Дашь нам днесь И остави нам долги наши Яко же и мы оставляем Дожняком нашим И не веди нас в искушение Но избави нас от лукавого Ибо Твое есть Царство Сила и Слава Во веки Аминь Нет другого Спасителя Кроме Тебя, Господи И все заблуждения человеческие В судный день Как дым развеются Господи, слава Тебе Владыка, благодарим Тебя За милость и щедроты Твои Ты окружил человека Благодеяниями Твоими Чтобы он славил Тебя За зимные дела Твои, Господи Хвала Тебе Честь и поклонение Слава и благодарение Аллилуйя Евангелие от Луки Двенадцатая глава Между тем, когда собрались Тысячи народа Та, что тестили друг друга Иисус начал говорить Сперва ученикам своим Берегите закваски парисейской Которой есть лицемерие Нет ничего сокровенного Что не открылось бы И тайного, чего не узнали бы Посему, что вы сказали в темноте То услышится во свете И что говорили на ухо Внутри дома То будет провозглашено на кровлях Говорю же вам, друзья мои Не бойтесь убивающих тело И потом не могущих Ничего более сделать Но скажу вам, кого бояться Бойтесь того, кто по убиении Может вернуть в гиену Я и говорю вам Того бойтесь Не пять ли малых птиц Продаются за два осария И ни одна из них Не забыта у Бога А у вас и волосы На голове все сочтены Итак, не бойтесь Вы дороже Многих малых птиц Сказываю же вам Всякого, кто исповедует меня Перед человеками И сын человеческий Исповедует перед ангелами Божьими А кто отвергнется меня Перед людьми Тот отвержен будет Пред ангелами Божьими И всякому, кто скажет Слово на сына человеческого Прощено будет А кто скажет Хулу на святого духа Тому не простится Когда же приведут вас Синагогу К начальствам и властям Не заботитесь Как или что отвечать Или что говорить Ибо святой дух Научит вас Тот сейчас Что должно говорить Некто из народа Сказал им Учитель Скажи брату моему Чтобы он разделил Со мной наследство Он же сказал человеку Тому Кто поставил меня Судить Или делить вас При этом сказал им Смотрите Берегитесь Любостижания Ибо жизнь человека Не зависит От изобилия Его имения И сказал им притчу У одного богатого человека Был хороший урожай в поле И он рассуждал Сам с собою Что мне делать Некуда мне Дев собрать Плодов моих И сказал Вот что сделаю Сломаю жительницы Мои И построю большее И соберу туда Весь хлеб мой И все добро мое И скажу Душе моей Душа Много добра Лежит у тебя На многие годы Покойся Ешь Пей Веселись Но Бог сказал ему Безумный В эту ночь Душу твою возьмут У тебя Кому же достанется То что ты заготовил Так бывает С тем Кто собирает Сокровища для себя А не в Бога Богатеет И сказал Ученикам своим Посему говорю вам Не заботьтесь Для души вашей Что вам есть Не для тела Во что одеться Душа больше пищи И тело Одежды Посмотрите На воронов Они не сеют Не жнут Нет у них Ни хранилищ Ни житниц И Бог питает Их Сколько же вы Лучше птиц Да и кто из вас Заботец Может прибавить Себе роста Хотя бы на один Локоть И так Если и малейшего Сделать Не можете Что заботитесь О прочем Аллилуйя Посмотрите На лилии Как они растут Не трудятся Не придут Но говорю вам Что и Соломон Во всей славе своей Не одевался так Как всякая из них Если же траву На поле Которая сегодня есть А завтра будет Брошена в печь Бог так одевает То кольми паще вас Маловеры И так Не ищите Что вам есть Или что пить И не беспокойтесь Потому что Всего этого Ищут люди Мира сего Ваш же отец Знает Что вы имеете Нужду в том Наипаще Ищите Царствие Божие И это все Приложится вам Не бойся Малое стадо Ибо отец ваш Благоволил Дать вам царство Продавайте Имение ваше И давайте Милостыню Приготовляйте себе Вместилище На небесах Куда вор не приближается И где Моль не съедает Ибо где Сокровище ваше Там и сердце Ваше будет Аллилуйя Да будут Шресла ваши Припоясанные Светильники Горящими И вы будете Подобны людям Ожидающим Возвращения Господина Своего с брака Дабы когда Придет и постучит Точно сотворить ему Блаженные рабы Те Которых Господин Придя Найдет Бодрствующими Истинно Говорю вам Он Припояшется И посадит Их И подходя Станет Служить им Если придет Во вторую стражу И в третью стражу Придет И найдет Их так То блаженное Рабытие Вы знаете Что если бы Ведал хозяин Дома В который Сейчас придет Вор То бодрствовал бы И не допустил бы Подкопать Дом свой Будьте Будьте И вы готовы Ибо В который Сейчас Не думайте Придет Сын Человеческий Тогда Сказал ему Петр Господи К нам Ли Придщу Сию Говоришь Или И ко Всем Господь Так Истинно Говорю Вам Что Над Всем Имением Своим Поставят Его Если же Раб Тот Скажет Сердце Своем Не скоро Придет Господин Мой И начнет Бить Слух И служанок Есть И пить И напиваться То придет Господин Раба Того В день В который Он не ожидает И в час В который Не думает И рассещет Его И подвергнет Его одной Участи С неверными Раб Тот Который Знал Болю Господина Своего И не был Готов И не делал По воле Его Бить Будет Много А который Не знал И сделал Достойное Наказание Бить Будет Меньше И от Всякого Кому Дано Много Много И потребуется И кому Много Вверено С того Больше Взыщет Огонь Пришел Я не Извести На землю И как Желал Чтобы Он Уже Возгорелся Крещением Должен Я Креститься И как Я Томлюсь Пока Сие Совершится Думаете Ли Вы Что Я Пришел Дать Мир Земле Нет Говорю Вам Но Разделение Ибо Отныне Пятеро В одном Доме Станут Разделяться Трое Против Двух И двое Против Трех Отец Будет Против Сына И сын Против Отца Мать Против Дочери И дочь Против Матери Свекров Против Невестки Своей И невестка Против Свекров Своей Сказал Же Народу Когда Вы Видите Облако Поднимающееся С запада Точно Говорите Дождь Будет И бывает Так И когда Дует Южный Ветер Говорите Зной Будет И бывает Лицемеры Лицо Земли Небо Распознавать Умеете Как же Времени Этого Не узнаете Зачем Же Вы По самим Себе Не судите Чему Быть Должно Когда Ты Идешь С соперником Своим К начальству То На дороге Постарайся Освободиться От него Чтобы Он Не привел Тебя К судье И судья Не отдал Тебя Истязателю А истязатель Не вверх Тебя В темницу Сказываю Тебе Не выйдешь Оттуда Пока Не отдашь И последние Полушки Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Хвала Тебе Наш Господь Великие Дивны Дела Твои Господи Обрати Этих Людей К себе Дабы Познали Любовь Твою Что Ты Из-за Них Умер Иисус Христос Для Прощения Грехов 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 Света И паке Аминь Аминь Слава Тебе Господи Слава Тебе Спаси Нас Господи И помилуй Аллилуйя Что Во славу Боже Да Благословит Вас Господь Чтобы С вами Несчастья Никакого Не было Берегите Себя Молитесь Чтобы Да С Богом С Богом